Здравствуйте! 17 мая пройдет очередное заседание экспертного совета Госдумы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Об основных докладах мы попросили рассказать депутата Госдумы от Алтайского края Валерия Анатольевича Илыкомова. Здравствуй, Олег Анатольевич! Добрый день! Почему сегодня эта тема профилактики сердечно-сосудистых заболеваний столь актуальна? У нас много заболевших, много погибающих от этих болезней или что? Ну, традиционно мы, врачи, всегда говорим, что все-таки свыше 50% смертей – это заболевания сердечно-сосудистой системы. Свыше даже? То есть больше половины людей умирает у нас от этой болезни? Хотим мы того, не хотим. Мы ищем пути для того, чтобы снизить смертность. В первую очередь, естественно, нужно снижать от той группы причин, которая вызывает на большую чистоту. Надо сказать, что медицина сделала очень серьезный рывок, и в том числе в Алтайском крае, по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Но так же, как и фактически в целом по стране, мне кажется, что мы вот на сегодняшний день вышли на определенную плату. То есть развитие центров сердечно-сосудистой хирургии, центров сосудистых регионально, они, конечно, свой вклад очень серьезный внесли. Но дальше, если мы не будем следить за собственным здоровьем, то результаты у нас не пойдут ввысь. Я имею в виду улучшаться дальше. И поэтому вопрос стал о том, чтобы в принципе люди задумались о том, что их здоровье и в принципе их жизнь находятся часто в их руках. Поэтому на сегодняшний день есть вызов общества, каким образом донести до населения о том, что, по большому счету, не нужно себе вредить хотя бы. И это такое понятие здорового образа жизни, оно же комплексное. Оно включает в себя и первичную профилактику, и вторичную профилактику. Вторичную — это тогда, когда есть болезнь, и мы уже профилактируем осложнение. А первичное — это то, что мы едим, то, как мы двигаемся, как мы спим, какой у нас режим труда и отдыха, что мы пьем, я имею в виду чистую воду, нечистую. Это масса вот таких вещей, которые, казалось бы, вот как бы люди часто отмахиваются, как от мухи. Да вы знаете, вот вы опять начали говорить, да диспансеризация, да мне это не нужно, я здоров. И по большому счету, скажем так, вот срезом определенным в Алтайском крае была работа поездов здоровья. Мы приезжаем в село, где у населения снижена возможность обследования узкими специалистами. Приезжают смотреть кардиологи и находят кучу больных. Причем в таком запущенном состоянии. Вот поэтому вопрос о профилактике сердечно-сутических заболеваний — это не просто слова. Это то, что по большому счету в последующем позволит людям быть трудоспособными, не чувствовать своей старости и не становиться инвалидами после таких тяжелейших заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт. Валерий Анатольевич, но для этого что? Нужно привлекать средства массовой информации, нужно какие-то, я не знаю, акции проводить, чтобы они были и интересные, и в то же время, чтобы доходили до каждого человека, было понимание. Ну не знаю, в конце концов, пугать чем-то людей. Хороший смысл этого слова. Вопрос. Информации я имею в виду пугать. В Государственной Думе, конкретно в нашем Комитете по охране здоровья, задумались, каким образом законодательно можно повлиять на вот этот процесс. Ну как, запугать народ? Ну запугать-то можно, но толку от этого не будет. Заставить какими-то пряниками, ну скажем так, достаточно сложно в нашей стране, допустим, пойти на налоговые льготы. Хотя, помните, некоторые работодатели доплачивают своим некурящим сотрудникам, и это на самом деле действует, я знаю, потому что я работал в таких организациях. Это есть продвинутые руководители, которые считают, что по большому счету здоровые работники дадут... Он меньше болеет, меньше бывает на больничном, прочее. Конечно, меньше болеет, у него больше потенциал. Но в целом законодательно-то оказалось очень сложно сделать. И вот то, что мы сейчас подготовили законопроект, он сейчас проходит обсуждение, мы решили все-таки через средства массовой информации выделить определенный процент для рекламы здорового образа жизни. Не Пепси-колы, не Кока-колы, не фастфуда и всего остального, то, что есть. А конкретный процент на то, чтобы показывать людям, как по большому счету сохранить свою молодость, если уж так вот прямо говорить. Потому что когда человек молод, он не задумывается о том, что наступит у него зрелый возраст, а потом наступит пожилой возраст. И вот именно это нужно, чтобы рекламировалось через средства массовой информации. И эти позывы должны быть положительными. Они должны вызывать положительные эмоции у людей. То есть это должна быть хорошо продуманная реклама. Поэтому такой законопроект готовится. И вот в преддверии его принятия, естественно, мы собрали экспертный совет, я, руководитель экспертного совета, эти вопросы как раз в государственной думе поднимаю. С привлечением экспертов по различным направлениям. Это и люди, которые занимаются непосредственно кардиологией, специалисты. Это те, которые занимаются диспансеризацией. Это те, которые занимаются санаторно-курортным лечением. Это те, которые занимаются питанием. Дальше сюда даже входит национальный календарь прививок. Потому что все то, что связано с сохранением здоровья, оно как бы пошагово прописано. И государство пытается вот там, где нужно, это делать. — Валерий Анатольевич, программа «Здоровое сердце ребенка». Вы были инициатором реализации этой программы в Алтайском крае. Уже получены какие-то промежуточные результаты? Какие они? Можете рассказать? — Да, мы как раз вот с 17-го будем докладывать наш опыт. 2450 ребятишек у нас осмотрено. Вот то, что обработаны сейчас данные, это данные по 10 районам. Ну и, скажем так, всего 35% детей оказались здоровыми. — Это хорошо или плохо? — Ну, конечно, плохо. Ну, как, то есть считают, что у нас две трети ребятишек, имея те или другие отклонения. Что стоит на первом месте? Ну, банально, ожирение. То есть... — Фастфуд, о которых вы говорили, да? — Конечно. Дальше... — Малоподвижный образ жизни сидят за компьютерами. — Малоподвижный образ жизни, вот это по 25% примерно уходит. Вот самое неприятное, то, что мы нашли у почти 20% ребятишек гиперхолестериномию. Все-то считают, что вот повышенный холестерин дает бляшки в сосудах, вот где-то в 40-45 лет. Да, ну, как бы это распространено мнение. А тут оказалось, у 12-летних ребятишек у 20% повышенный холестерин, у 10% повышенный сахар. Вот. И у 5% ребятишек есть нарушения со стороны сердца. Часть из них мы уже отправили на высокотехнологичную кардиохирургическую помощь. То есть вот я считаю, что вот этот срез помог нам показать, что если мы упускаем все буквально вот в подростковом периоде, то дальше фактически не догнать. Поэтому мне кажется, что вот то, что мы доложим в Государственной Думе по результатам, это сделал наш Центр Здоровья. Вот руководитель Татьяна Викторовна Репкина будет докладывать. Я считаю, что мы эту программу обследования постараемся на всю Россию транслировать. И она бессрочна, да, у нас в Алтайском крае? Я считаю, что мы сначала должны срез сделать 12-летних ребятишек. Почему 12-летние? Это как раз идет перестройка, когда ребенок превращается в юношу, ну так же, как и девочка, собственно, в девушку. Это гормональные перестройки. Вот. В это время как раз самые серьезные нарушения при физических нагрузках. И мы знаем вот об этих страшных смертях, которые случаются на обычных уроках физкультуры. Да. Поэтому тех ребятишек, которых мы нашли, мы их сразу, естественно, отводим, обследуем. И после этого уже даем рекомендации, в том числе по физической активности их. Валерий Анатольевич, тем очень много, которые мы еще не успеваем с вами сегодня обсудить, но будем с вами встречаться каждый месяц. Удачи вам, спасибо большое за вашу работу. До новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был депутат Государственной думы от Алтайского края Валерий Анатольевич Илокомов. Спасибо за внимание и до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.